Дорогие друзья, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 1 марта Всех с первым днем весны Военной весны Блогер из Перми, сотрудник опальной КГБ Бессонов Алексей Борисович Друзья мои, ну вот Все-таки про войну хотелось бы узнать Вам четко определить, что же там происходит Значит, ну естественно, что Время войны любой правящий режим Решает одну задачу, поднятие рейтинга Победа в войне это всегда Высокий рейтинг, но Главная задача Вот та группировка, примерно 50-60 тысяч Около Донецка Которая 8 лет Обстреливала эти республики И так далее Она должна быть уничтожена По замыслу нашего командования И сейчас ее со стороны Харькова и со стороны Крыма Обходят, окружают Там за 8 лет были созданы Система укреплений Фортификации и так далее И штурмовать ее в лоб, что называется Это погибнет десятки А может тысячи людей Поэтому Здесь нужно, так сказать, вот В общем-то, вот так вот действовать Окружить Предложить сдаться Если нет, то Арпагготовка у них Вот этим, собственно говоря, сегодня и занимается командование Параллельно решают задачи Вот захватывают города Ну опять же, захватывают как? Без арпагготовки Спецгруппами То есть, в общем-то, операция проводится нормально В том числе, да, с рейтингом К 2024 году Поднять рейтинг до 70% А, видимо, они решили, что это реально Если удачная будет война Но, в принципе, главная задача Вот решить вопрос с этой группировкой Под Донецком И, в общем-то, видимо, они эту ситуацию решат Замкнут ее в окружении А дальше предложат сдаться И эту ситуацию Обсуждать будут сдачи Если нет, то Арпагготовка, она будет все уничтожено Вот Ну а дальше Дальше варианты разные Я думаю, что Города будут сдаваться Переходить на западе Так сказать, там Вряд ли будут какие-то, так сказать Серьезные сопротивления Очаговые будут сопротивления Но для армии Они никакой угрозы не представляют Еще раз говорю Эта армия здесь не ведет Полноценную войсковую операцию Да, потому что она не использует в городах Артиллерию, грады и так далее Она диверсионными группами Точно уничтожает Очаги сопротивления И это правильно В общем-то, так сказать И нужно воевать В таких операциях Да Ну, что касается Что касается Заявлений Вот я слышал Платошкина Который говорит о том Что президент проведет потом выборы Ну, давайте честно говорить Выборы, честно Это не для этого Не для Владимира Путина И как он проводит выборы Мы знаем Давайте здесь иллюзий питать не будем Выборов здесь никаких не будет Но, тем не менее Какие-то выборы проведутся Какие-то формальные И так далее И Украина вся Ну, исключая, видимо Западных областей Хотя и там Возможный вариант Будут стоять дивизии наши И вопрос, в общем-то, он решит Он умеет решать Вопрос Силы, принуждения и понуждения Я думаю, что В целиком Украина войдет в состав России Ну, а дальше решатся Вопросы с Казахстаном И к 24-му году Мы выйдем в ситуацию СССР-дубль-2 То есть он видит, видимо Свою миссию Это восстановить Советский Союз Ну, вот такая ситуация Спасибо Ваше бессонное Алексей Борисович Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!